вот так выглядит бандит в натуральном виде барсик покажись всем покажу какой ты засранец только бы что-нибудь нашкодить только что-нибудь бы сломать только что-нибудь бы разбить только где-нибудь бы обои попортить сколько елка стояла уже практически праздники новогодние прошли он елку не трогал теперь он стал с новогодней елки шарики сбрасывать и разбивать их чем старше тем наглее это что означает я в интернете посмотрел от переизбытка ласки тискаем его гладим надо этим дело это делать поменьше куда полез видите сумка стоит обязательно надо наш код вот видите все обои ободрал все ободрал да покажись на вот так вот выглядит бандит с большой дороги давай давай привет всем передай скажи вот такой вот я бандюга через пугался вот так вот вот посмотрите как выглядит наглая морда вот елка стояла все праздничные дни нормально все праздничные дни стояла елка нормально последние три дня он эту елку терроризирует он и он шарики скидывает оттуда и разбивает из-за него теперь придется елку убирать сейчас залез прямо на самую верхушку что не нравится не нравится увидите смотрите делает убирает телефон чтобы не хрен меня снимать смотрите какой скотине он такой стал просто ужасно бандит специальным все делает на зло все обои ободрал о увидите не нравится мне нравится все обои ободрал елку чуть не свернул ну что же это такое идей иди сейчас на тебя еще полюбуемся какая-то скотобаза увидите как выглядит вот так выглядит скотобаза выкидывает елки кто-то после нового года выкидывает вот такие растения я забыл как это растение называется у нас в школе такой стоял но видите она пожелтела и видимо из-за этого его и выкинули вот как-то так можно сказать африканская елка у меня сосед забрендировал свой форт вот давай фольксваген кэдди вот этот я до сих пор не понимаю как он катает тариф грузовой ну как у него половина кузова я посмотрел фольксваген кэдди там вообще метр шестьдесят из этих метров шестидесяти у него еще съедает то барахло которое у него там лежит коробки с маслом еще с чем-то у нее там я умолку здесь передо мной стояла он открыл багажник а у него там хламу столько может просто ему еще не попадали ой потому что не попадали заказа видимо такие длинные может быть или что я не знаю ну как так-то эти многие ездят на таких же машинах у них стенки не сняты то ли ты мне только такие заказы подать ну что первый раз в 23 она нет не первый я же уже был в общем короче после праздников я где-то наверно то ли 5 или 6 больше я не выходил сегодня уже все праздники закончились уже даже второй день вчера что-то меня так познабливала такая вчера метилюга была мне прямо до костеж прям холодно было вот короче решил выйти сегодня бензин еще я не заправлялся я специально стал на заправке мне как бы лампочка только загорелась еще как бы можно ну на всякий случай я стою всегда на заправке если что если далеко ехать чтобы бензин не подорожал слава богу обычно у нас с 1 января бензин сразу опанька там на там 50 копеечек где-то больше где-то меньше то вот запросил у меня фотоконтроль брендинга потому что фотоконтроль автомобиля я удивился только следующий 17 числа прикиньте как стран только фотоконтроль брендинга я его как бы ну сводка вот мне уже появился так что вот теперь этот товарищ у меня тоже брендированный вот она как видимо наверно понял что мало там же те кто не брендированный доплат по грузовому нет я не знаю как по тарифу курьера экспресс но не знаю меня нету здесь ни тарифа не курьер не экспресс ну и как бы я посмотрел тариф курьер экспресс надо катать на машине типа шкоды вот летом можно на шкоде покатать подключить просто отдельный парк к тарифу экспресс курьер тоже логистический какой-нибудь и попробовать покатать но не более того уж на этой катать по 100 200 рублей нет там попадаются разные заказы но там вот это вот беготня по квартирам надо где-то машину запарковать где-то надо ее поставить там но на этой машине тяжело это все равно что на газели катать тариф какой-нибудь там курьер да например или на каком большом грузовике ты же не будешь так катать правильно надо один надо какую-нибудь маленькую машину я не говорю матис матис он жрет много а что-нибудь маленькая там по тарифу курьера экспресс там любые машины принимаются абсолютно хочется какая-нибудь жига зачуханная но жига тоже такое себе да но что-нибудь такое маленькое можно типа там я не знаю фиат ой не фиата как называется volkswagen lupa вот что-нибудь такое вот чисто просто знаете там вот такое что-то ну как бы это такое себе посмотрим потом сейчас пока не знаю вспомнил про volkswagen тут недавно нашел старые документы просматривал старые документы на свои автомобили которыми были до этого я же документы все храню на всякий случай все договоры купли-продажи я все это храню даже мало ли что пока там не пройдет определенное количество времени и вот нашел я документы на свои жигули которые у меня были договор купли-продажи и на volkswagen в общем жигуй он его как на транзитах увез туда в деревню так он там на транзитах видимо я остался а volkswagen golf в пятнадцатом году был утилизирован то есть я его в тринадцатом году продал потому что я купил в тринадцатом году skoda и вот получилось так что я продал volkswagen и тут же практически сразу там буквально через пару дней мы поставили на учет skoda вот соответственно и видимо тот товарищ который мне этот volkswagen купил он на нем полгода буквально поездил и тут же его продал потому что ну видимо понял что это не та машина которую надо но она действительно была и он купил себе тоже какой-то другой volkswagen поновее а этот видимо какому-то человеку продал и он видимо то ли он его купил на запчасти то ли что или понял что продавать уже там то что пол сгнил ну и видимо короче говоря в пятнадцатом году я просто утилизировали ну и слава богу слава богу в общем жиги нет volkswagen нет папина него которая была она также осталась гараже у деда он ее купил для трактора видимо там на как трактор и осталось по факту получается из того что я продал живет капиндос вот в москве сейчас он да этот уехал в москву шоу мист и газель и газель живет вот на ней ездит вот mercedes не знаю где я пытался его найти говорят что он где-то в питере в парголово находится но тоже я же не буду не сказали улицу я мы с вами кстати меня были несколько влогов делать я заблудился в парке я туда ездил машину я же не буду в каждый учет на каждый участок заходите спрашиваете а у вас не а вот вас нет mercedes а у вас нет mercedes ну как бы тоже такой себе во вторых если человек его купил значит он для чего-то его держит значит ему что-то надо для чего-то он этот mercedes держит а для чего вот а вот что еще надо мне сейчас надо пойти проверить открывается ли у меня бензобак уж если он опять замерз то это не есть хорошо с крышка бензобака все нормально она замерзает только когда перепады температуры или когда после мойки но вообще я говорю я не люблю когда крышки бензобака на ключах это конечно безопасность но в то же время не дай бог вот я говорю как в прошлый раз было я у меня замерз бензобак и все не заправить ничего поэтому как бы ну тоже ребята такое себе ладно чего сидим ждем я не знаю что по заказам машины какие-то ездят да если бы у меня был бы какой-нибудь ларгус лада ларгус на нем можно было бы покатать экспресс и курьер сейчас вы спросите почему ну ларгус он по ми он как бы попроще получше и как-то вот ну поменьше там как легковушка это все таки вот у меня друг мой сел пока я его прокатил немножко у него ларгус могут фига у тебя как грузовик у тебя потолок высокий огурцы давай меняться вот но тоже такое себе но он видите на ларгусе ездит в евро авто он этот ларгус купил на предыдущей работе по дешевке продавали он взял кредит и купил вот он сейчас на нем евро авто но он ездит на нем каждый день с утра и до вечера и причем на такие расстояния он и в москву на нем ездил и дача у него где-то там под тверью он тоже ездил и в общем он его и в хост и в гриву поэтому вот сами понимаете да поехал бы я на этой машине в москву думаю что нет вот поэтому такой себе ладно чё посидим подождем чё как будет посмотрим сегодня уже потеплее слава богу вообще уже хочется чтобы поскорее все это растаяло ну в принципе уже январь там глядишь февраль и не за горами уже март месяц вот еще что надо мне как-то будет попасть в гараж посмотреть у нас в воскресенье будет собрание в 350 школе собрание собственников кооператива будут там эти всякие отчеты не отчеты вот эти по деньгам я очень хочу задать вопрос по поводу дороги сделают ли нам когда-нибудь внутри в гараже дорогу но это же невозможно там такие колдобины что летом что зимой как бы такие деньги платим как бы ничего не делает надо будет узнать единство что я не помню во сколько вот во сколько то ли в 12 30 то ли в 13 30 что-то вот такого надо будет дойти да посмотреть объявление обязательно хочу сходить узнать может что новенького скажу вот и хотелось бы узнать сколько у нас в общей сложности гаражей и просто есть столько гаражей сколько я посчитал то с каждого так сосью вот есть номера вы сейчас приехала машина вот я не буду показывать а в общем регион без три color а вот номера на регион без три color а когда такие номера были и вот я посмотрел булкина по-моему булкина и он получил себе номера они не булкина я смотрел московский блогер парень тоже вот он получил себе он купил гелик и он поставил себе номера без три color а я вот не помню разве были были по-моему такие номера но сейчас разве можно таких номерах без три color и ездить не знаю ладно чуть сидим ждем посмотрим шкодка skoda фабиа вот skoda фабиа самая топовая машина вот самая топовая машина который мне всех было вот просто самая топовая машина но единство что я говорю уже она мне как бы поднадоела как бы хочется чего-нибудь поновее не то что даже понове я что-то другое но когда уже столько раз столько лет ездишь на той же машине уже надоедает и хочется чего-нибудь другое хочется так а давайте посмотрим а мне так и не появились не заправки ничего и вот опять же сейчас я нажму яндекс про нет обновлений уже никаких больше нет многие скидывают на старую версию и катают на старой версии но я говорю я пробовал скидывать до старой версии и заказа почему-то на старую версию не приходит почему я не знаю может это только у меня опять огромнявщик это ну вот в плей маркете в отзывах я читал многие писали что у кого чего у кого-то пропала такая-то кнопка у кого-то есть такая кнопка пропала другая кнопка вот а само приложение начало глючить у кого-то еще что-то как так эти разработчики делают но если приложение это разработало оно должно всех работать либо не работать либо одинаково работать а у всех она с разными багами работает и вот последний раз было обновление я думал что она обновится и все вот эти вот проблемы которые здесь были да вот там кнопка домой по делам там заправки все это вернется. Ничего не вернулось. А скидывать до старой версии я не хочу. Потому что, как бы, ну, заказы на него, я так понял, что не приходят. Ладно, посмотрим. О, братья наши. Инженерные сети. Ну, вот они вот ездят, машины, вот тоже такой же. У меня сбоку боковушка, дверь боковая. Ржавенькие они. У них вот есть больные места. У них по низу идет ржавчина и на капоте. Это у всех стандартные больные места. Вот их надо, конечно, я ходила летом, но что-то руки не дошли, надо будет обработать, зашкурить, обезжирить и просто хотя бы сверху красочкой подмазать, чтобы дальше это не ржавело. Вот как-то так, ребят, сидим ждем. Дадут там что-нибудь. Или нет. Кстати, забыл сказать по поводу колонки. Вторую уже, которую я отправил. Я отправил ее второго числа, по-моему, второго или третьего. Второго, по-моему. И вот уже сегодня какое число, а колонка до сих пор в пути. Едет она в Мурманск. До Мурманска тут ехать тысячи километров. Вот по Мурманскому шоссе. Почему она так долго? То ли в связи с тем, что праздники были, транспортные компании не работали. Но там как бы мне писали, что срок доставки до 17-го, аж января. Ну, что-то я не знаю как-то. Мне кажется, что... Я думаю, она быстрее дойдет. Ну, да ладно. Я просто жду, что мне ответит этот товарищ, когда ее получит. Вот. Потому что, опять же, разговор был короткий. А можете отправить доставкой. Можете. А в описании все написано. Ну, и как бы, знаете, тоже. Это, знаете, как называется. Гляжу в книгу, а вижу фигу. Человек может почитать, а потом сказать, ой, извините, да. Вот. Но эта женщина мне вот один раз написала, что спасибо, конечно. С Новым годом вас. Но надо было раньше. Я говорю, да ничего не надо было. Это вам надо было сначала прочитать, да, а потом уже покупать то, что не нужно. Я не знаю, что она будет делать с этой колонкой теперь. Пусть, ну, может, будет слушать. А может, кому-то продаст. Может, еще что-то. Я не знаю. Но я, кстати, вчера посмотрел, что люди на Хавито продают. Вот кто во что гораст. Продают Пепси. Семьдесят какого-то года бутылку нашли. Я не знаю, что там внутри. Пепси там или не Пепси. Но 350 тысяч рублей за бутылку. Кто это купит? Эта Пепси уже 500 миллионов раз выдохлась. Ее даже пить уже нельзя. Это отрава. И она без этикетки. То есть, этикетка содрана, только крышечка сама, Пепси написана, и внутри черная жидкость. Откуда ты знаешь, Пепси это или там какой-нибудь, я не знаю, торф, разбавленный с водой. И люди пишут, ну, в этих отзывах, в комментариях, что, типа, это... Просили доказать. Ну, как бы, ты можешь доказать, что это Пепси? А он, типа, отсмеивается и отшучивается. Я говорю, значит, там нет никакой Пепси. Значит, он просто на дурака продает это за 350 тысяч рублей. Ну, кто это... Блин, вот я не понимаю, что, других вот мест нету, что ли? Почему надо обязательно рядом со мной припарковаться? Я вот не понимаю. А, он назад задает. А сразу-то нельзя было... Зачем? Сзади меня никого нет. Почему ровно не... А, на камеру девка у него камера увидела, видимо, наверное, и сказала, что, типа, отъедет какая-то... Постоянно рядом со мной все время происходят какие-то движухи. То надо обязательно рядом со мной встать. Если человек мимо идет, надо обязательно по телефону поговорить около моей машины. Закурить надо возле моей машины, покурить возле моей машины, решить какие-то свои семейные проблемы тоже надо возле моей машины, поругаться возле моей машины, помочь ребенку зашнуровать ботинки или, допустим, там, поправить ему что-либо тоже возле моей машины, разобрать тележку с продуктами или с какими-то вещами тоже надо возле моей машины. Это всегда вот... Не понимаю я. Вот как так? Что-то стекло начинает запотевать. Ладно, сидим, ждем. И появляются эти макушки. И ничего с ними не сделаешь. Они торчат, как рога. Честно слово. Ничего не сделаешь. Вот просто... Слушайте, я сейчас увидел. А как так можно? Яндексовская машина, таксишная, да? Пола. Вольцваген Пола или Рапид, что-то такого. Белорусские номера. А как можно ездить здесь белорусскими номерами? По-моему, насколько я знаю, с белорусскими номерами какой-то только определенный срок можно ездить. А как можно такси поставить на учет с белорусскими номерами? Его гаишники, интересно, не дрючат за это? Я так понимаю, что тачка пригнана из Белоруссии. Я так понимаю, здесь она работает в такси. А можно разве? Или что-то, может, я не знаю. Или, может, что-то поменялось. Но, насколько я помню, раньше мы с папой хотели просто пригнать машину с Белоруссии. И мне сказали, что растаможить ее будет стоить в два раза дороже, чем она сама здесь стоит. И, по-моему, с белорусскими номерами здесь ездить нельзя. Ни с белорусскими, ни с латвийскими, ни с эстонскими, ни с финскими. Ну, люди ездят. Ну, то есть, как бы, получается, если у тебя только есть гражданство, по-моему, и то там какой-то определенный срок, потому что здесь у тебя тогда должна быть какая-то временная прописка. Не знаю. Вспомнил, кстати, прописка. Я как-то смотрел блогера одного, и сейчас вот снова начал ее пересматривать. Женщина, таксистка. Канал называется Светлана No Break. У нее там заставка такая. Таксистка, таксистка, в машине прописка. И вот я смотрю, боже, какие у нее попадаются пассажиры. Это же ужас какой-то. Гопота какая-то. Алкаши-наркаши. Как только ее матом не кроют. А она, когда у нее приходит заказ за наличку, если она видит, что ехать далеко, то она просит деньги вперед. И вот тут начинаются качели. Да кто ты такая? Да почему ты должна занавить? Почему я должен в начале поездки? А вдруг ты меня не довезешь? А вдруг что? И начинается курица там. Ее по-всякому. Я говорю, господи, да брать таких сразу нахрен выкидывать. Все, сразу отменять заказ тут же и сказать, иди пешком. Ну человек, таксист, имеет право взять до поездки. Опа, заказ, 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 поехали. Так, ну что, ребята, выполнили заказ, минималка, 615 рублей чистыми, 150 комиссия, у меня низкий баланс, пришлось пополниться. Дали наличкой, косарь, дал 700, ой, 300 рублей сдачи. Говорю, сейчас дам вам рубль, нет, спасибо, не надо. Буквально тут вот на стоянку привезли. Все, я пополнился, сейчас снова встанем на линию, в сторону дома поедем, посмотрим, будет еще что давать. Нет, ну сидел я часа два ждал. Ну вот, минималочку выполнили. Поехал, прилетал заказ, оттуда же, где я и был, но в Тосно я не поеду. Это 150 километров. 150 километров, это только в одну сторону. И дальники я не беру никаких. Тосно, Гатчино, Хератчино, это все я не беру. Только по району. Ну, оно с пропуском активности, то есть можно было. Я его не стал болеть. Нет. Ну, это будет, ну, 1300, 700, минус комиссия, нет, 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 нет. Как меня задал боли, наши соседи вот. Кто-то на нашем этаже постоянно открывает этот самый, как его, окна. Вот эти оконные рамы, межлестничные. Видимо, ходят курить и открывают вот эти рамы. Я закрою, они откроют. Причем два открывают. А мне все это в комнату, в квартиру задувают. Да задолбали. Я закрываю. Я уже бумажку писал, что какого хрена вы открываете, ну, не май месяц. Ладно, там еще летом куда не шло. Ну, зимой зачем открывать? Ну, покурил ты, закрой, твою мать. Я догадываюсь, кто-то. Ну, то вижу. Скажу, еще раз откроешь, я приду к тебе домой и хлебало тебе закрою. Ну, не май же месяц. А что в дверь все задувает? Скотиняки. Вообще, почему-то когда телефон снимаешь, когда нельзя, он, видите, елку куда переставили. Сюда теперь. Нельзя почему-то с телефона пере это самое. Ну, раньше была кнопка у меня в старом телефоне, можно было нажать и перевернуть изображение. А здесь почему-то этого нет. Не знаю, то ли это настройки такие, за племяшкой сейчас идут. У меня там мама уезжает по делам, некогда забрать. Пойду его заберу и заодно подарок отдам новогоднее. То есть, уже новогодние праздники прошли, а подарок до сих пор еще не отдали. Когда, интересно, эту полигонику дадут, сдадут, я знаю, да там еще плюс позвонили, сообщили очень такие, короче, вещи, про которые нельзя говорить насчет брата моего. Тоже мама расстроилась вообще. Я говорю, не расстраивайся раньше времени. Вот это еще, когда, когда ты накручиваешь себя, это еще хуже. О, что это машина посреди дороги. О, зараза какая. Несется аж прямо. У меня шнурки опять развязались. Блин, задолбой. Постоянно развязывается шнурок. Я уже его, у меня папа раньше, старший мой небесный, ботинки шнуровал каким-то морским двойным узлом. Что хрен развяжешь. Вот, а мне все никак у него не научиться. Я пробовал так же, но у меня получается, что потом вообще тогда не развязать. И ботинок действительно. Вот, поэтому, а здесь очень эти самые, что у нас вот опять начинает все к плюсовой температуре приближаться. Вот эти вот температурные качели, это самое хреновое. То плюс, то минус, то плюс, то минус. Только все растает, опять заметет. Только все растает, опять заметет. Задолбало. В конце концов, уже не знаю. Ну, ветер, зараза. У нас постоянно здесь ветрище. Аж прямо руки мерзнут. Жесть. Ладно, сейчас заберу, надо еще магазин забешать. А еще говорят, с ними надо уроки поделать, потому что она не успеет. Как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok